МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения ваша информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот главные темы выпуска. Учиться, учиться и еще раз учиться. Выпускники российских школ начали сдавать единый государственный экзамен. Вода – это жизнь. В Чебоксарской школе номер 37 открылся новый бассейн. Это Родина моя. В Чебоксарах выступила заслуженная артистка России Вика Цыганова. Снова за парты. Выпускники российских школ начали сдавать единый государственный экзамен. Сегодня во всех регионах прошли испытания по географии и литературе. На этой неделе состоятся ЕГЭ по обязательным предметам. О безопасности при проведении экзаменов в репортаже моего коллеги Дмитрия Ковалева. Это похоже на операцию спецслужб. В школе опечатаны классы и установлены глушители мобильных сигналов. Учеников у входа досматривают с помощью металлодетекторов. В этом году на экзамен запрещено проносить не только сотовые телефоны, но и электронные часы. Список разрешенных предметов небольшой – вода, шоколад и письменные принадлежности. В этой школе ученики пишут экзамен под прицелом видеокамер. Но за ребятами наблюдает не только большой брат. Персоналы прошли мы все полностью инструктаж. Этим занималось Министерство образования нашей республики. Все, кто был задействован в ЕГЭ, все они прошли инструктаж, в том числе и я. Главная задача – обеспечить честность сдачи экзаменов. В этом году составы предметных комиссий были обновлены. В республику прибыли и два федеральных инспектора Рособорнадзора. Для нас важно еще обеспечить безопасность представителей, организаторов ЕГЭ. Потому что когда нарушается правило проведения ЕГЭ, мы наказываем не только ученика, лишаем ее возможности сдачи экзамена. Мы наказываем организаторов пунктов проведения ЕГЭ до 30 тысяч штрафов. Это достаточно существенно. Литературу и географию в республике сдали более 300 учеников. Следом экзамен по русскому языку. Он назначен на 28 мая. Министерство образования региона отмечает, что выпускники все чаще делают выбор в пользу точных наук. Будущим математикам в этом году придется сдавать и дополнительные ЕГЭ. Математика делится в этом году, в отличие от прошлых лет, на два. Уровень это базовый. Это дает возможность гуманитариям сдать на предмет, сдать, сдал, не сдал. В принципе, а профильный уровень сдают те выпускники, которым нужна математика для продолжения обучения в УЗИ. Всего же в этом году в республике единый государственный экзамен сдадут более 6,5 тысяч учеников. Медель Ковалев, Андрей Шоклев и Расиль Мухаммедов. Республика. Кроме вопросов проведения единого госэкзамена, на еженедельном совещании у главы Чуваши обсудили итоги лицензирования управляющих компаний. До 1 мая управляющие компании, работающие в Чуваши, должны были пройти лицензирование. Те, кто не прошел эту процедуру, должны управлять до того момента, пока их дома не будут переданы новым законным организациям. В Чуваши 163 управляющие компании, из них 147 подали заявки на лицензирование, и лишь 119 его прошли. В числе основных причин – недобросовестное раскрытие информации. Большинство управляющих компаний, которые не получили лицензии, работают в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Фурнарах и Батрево. Глава Чуваши обратил внимание на возможность недобросовестного ухода компаний с рынка. Знаете, что управлять не будут, все на самотеке. Какие-то дома без воды могут достаться. По всем домам, по всем управляющим компаниям объявлен конкурс на определение новой управляющей компании. Как было отмечено, до 1 июля должны будем выбрать, определить управляющую компанию и закрепить все дома. Проблемы, о которых вы говорите, держим на контроле. Теоретически они возможны. И возможен и вывод средств при сборе средств населения и неоплате по свечкам коммунальных ресурсов. Здесь мы проверки проводим и в случае нарушения направляем материал в прокуратуру. 17 управляющих компаний, 14 получили. Три компании не получили лицензии. Одна не подала заявление, два их лишили лицензии. Всего 4 дома. То есть, менее сложная ситуация, чем в Чебоксарах или в Канаше. Поэтому до 10-го числа состоялись собрания собственников по трех квартирным домам, которые выбрали форму управления, как ТСЖ. По одному дому управляющая компания МУП «УК» в ЖКХ на сегодняшний момент уже приняла на обслуживание этот дом. Глава Чуваши поручил местным властям пристально следить за ситуацией, чтобы ни один дом не остался без управления и организации, не прошедшей лицензирование, не бросали жильцов с их проблемами. В Чебоксарах прошло предварительное всенародное голосование по выдвижению кандидатов на сентябрьские муниципальные выборы в Чебоксарское городское собрание депутатов. Для этого столицу разделили на 21 округ. Проголосовать можно было на 106 участках. В таком формате праймерис проводится впервые. Раньше проходило внутрипартийное голосование по выдвижению кандидатов. На этот раз партия «Единая Россия» выставила кандидатуру на всеобщее обсуждение. Кто-то пришел познакомиться с будущими народными избранниками, кто-то поддержать социальный курс выбранной партии. Хотел бы проголосовать, посмотреть, как они себя появляют, наша новая «Единая Россия». Как житель Чебоксар в предварительном голосовании принял участие Михаил Игнатьев. 11 июня Госсовет Республики должен объявить о старте выбранной кампании руководителя региона. Кроме того, что действующий глава Чувашии намерен принять в них участие, свою задачу он видит и в обеспечении легитимности и законности выбранного процесса. Открытость и честность – свидетельство уважения кандидатов к своему электорату. А избиратели сегодня стали более активны и ответственны. Народу очень много. Инициативных, неравнодушных людей. Это мне нравится. Люди интересуются политикой, не только экономикой, не только вопросами жизнеобеспечения. Несмотря на то, что праймерис проводился по выдвижению кандидатур в Чебоксарское городское собрание депутатов, многие избиратели были настроены поговорить и о выборах главы Чувашии. Игнатьев меня устраивает. Я никого другого не вижу, как Путин, а у нас. Итоги праймерис, так же, как и выборов, будут подведены позднее. Но информация к размышлению уже есть. Результаты в целом неплохие. Они были ожидаемые. Но и в то же время есть результаты, которые также заслуживают внимание с учетом самого положения предварительного голосования. Так как любой желающий мог убедиться в своей популярности, в своем рейтинге, узнаваемости и желании наших жителей столицы видеть его в качестве депутата горсобрания. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Улучшение конкурентоспособности и инвестиционного климата региона сегодня обсуждали на совместном заседании правительства республики и экономического совета при главе Чувашии. Принятые федеральным правительством приоритетные направления развития регионов были дополнены пожеланиями со стороны представителей бизнеса, в которых учтены особенности экономики региона. Кроме того, говорили о строительстве жилья эконом-класса, управлении жилищным хозяйством и транспорте. Подробно об этом в дневном выпуске программы «Республика. Завтра». В Чебоксарской школе номер 37 открылся новый бассейн. Посмотрела на голубые дорожки и наша съемочная группа. Андрюха Александровна, Господи, с Богом, можно так взять? Пусть здесь. Итак, как всегда движем? Внимание! Разрезаем! Этого события ребята, учителя и родители ждали давно. Более 30 лет помещение, которое предназначалось для занятий водными видами спорта, не использовалось. Теперь же ученики 37-й школы смогут открыть в себе новые спортивные таланты. Здесь будут иметь возможность плавать, укреплять свое здоровье. Я еще раз повторяюсь, обучающиеся не только нашей школы, но и обучающиеся нашего микрорайона, и родители, жители нашего микрорайона. Новые окна и полы, душевые и раздевалки, и сама чаша. Реконструкция заняла около пяти месяцев. Бассейн примет первых посетителей с началом нового учебного года. У Екатерины Ивановой уже заготовлен плавательный костюм для дочки, ученицы третьего класса. Мы рады, что все это открыли, что наши дети будут учиться, развиваться. Это самое полезное, я думаю. Бассейн в 37-й школе – один из пунктов программы развития массового спорта. Во многих учебных заведениях Чебоксар появились новые физкультурные залы, спортивные площадки. Активно ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Много делается для детского спорта, для того, чтобы дети наши занимались именно спортом, здоровым образом жизни. И это было не только школьным занятием, но и занятием для всей семьи. Развивать способности со школьной скамьи – необходимые условия для будущих спортсменов и чемпионов. И в столице республики для этого создаются все условия. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Неделю назад глава Чувашии дал поручение столичным властям разобраться с проблемами жителей и мясокомбинатского проезда в столице республики. Сегодня на еженедельном совещании еще раз вернулись к этому вопросу. В течение недели на строительной площадке микрорайона Кувшинка работала межведомственная комиссия, которая должна была встретиться с каждым владельцем, чей дом находится в самовольно возведенном поселке Шанхай, и обсудить спорные вопросы. За семь дней в штаб поступили 166 анкет, в которых жители называют условия переезда. Предварительный итог, помимо тех 90 квартир, с которыми уже есть заключенные предварительные соглашения, предварительный итог следующий. Согласно на условия застройщика, 54 человека, это однокомнатная квартира, 33 квадратных метра, 32% от всех. Согласно при условии предоставления жилья равнозначной площадью 78 человек, это 47%. Согласно при условии предоставления жилья из расчета 14,5 квадратных метров на одного проезжающего 32 человека, это 19%. Не согласно на расселение, пока два человека, это 1,2%. Общая площадь 166 домов 10,5 тысяч квадратных метров. Для расселения необходимо 111 тысяч или порядка 600 миллионов рублей. В целом считаем проект инвестиционно привлекательным. Понятно, позиция застройщика хочет минимизировать затраты с целью получения дополнительной прибыли. На этой неделе будем с застройщиком встречаться. Сегодня-завтра до конца проведем инвентаризацию, соберем заявки и будем принимать решения, будем встречаться с жителями, доводить до них позицию застройщика. Кроме того, жители мясокомбинатского проезда высказали претензии к чистоте строительной площадки. В ближайшее время застройщик обустроит деревянные отмостки. Глава Чуваши призвал участников рабочей группы разрешить спорные вопросы как можно скорее. Интересы города, интересы коммерческой организации, интересы жителей. Вот три интереса. И каждая сторона хочет заложить свои интересы. Но наша с вами задача разрешать, искать варианты, компромисс. И потом уже делать соответствующие выводы. Будем возвращаться. Жителями давайте завершайте окончательные рабочие встречи. Если на самом деле вы убедитесь в том, то что я и жителям говорил, что нужно скорректировать принятые решения, то надо скорректировать. Кроме того, Михаил Игнатьев подчеркнул, что к решению проблемы необходимо подключить рекпалату и миннамущество Чувашии, чтобы проверить заключенные договоры, долевого участия и договор на земельный участок. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. В Чувашию с рабочим визитом прибыла делегация Завьяловского района Удмуртии. В повестке визита круглый стол на тему муниципальное образование, курс на стабильность и развитие. Чебоксарские и Завьяловские районы пригородные, густонаселенные, с развитой промышленностью. Вполне логично, что и проблемы у них схожие. Вопросов много. Защита экологии, мини-миграция и другие. Главы районов и сельских поселений обсудили и благоустройство населенных пунктов. Мы постараемся услышать и для себя принять те наработки, с которыми поделятся наши чувашские коллеги и применить их у себя в Удмуртской республике. А проблемы, знаете, они одинаковые у всех. Просто у кого-то они больше решены, у кого-то они еще находятся в начальной стадии решения. Такие обменные встречи проходят не в первый раз и достаточно плодотворные. По примеру Чебоксарского района, по итогам работы за год стали примеровать лучшее сельское поселение Завьяловского района. Все это позволяет более активно защищать интересы местного управления, более активно продвигать тот положительный опыт, который наработан у нас. Все это в конечном итоге должно решать вопросы местного значения, вопросы развития территории, то, чем сегодня озабочены власти на местах. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. С завтрашнего дня возобновляются авиарейсы Чебоксары-Санкт-Петербург. Полеты из аэропорта Чебоксары в аэропорт Пулково будут выполняться до 24 октября три раза в неделю. По вторникам, четвергам и воскресеньям. Длительность полета 2 часа 10 минут. День славянской культуры в Чебоксарах отметили концертом заслуженной артистки России Вики Цыгановой. Программа «Это родина моя» была собрана как из популярных хитов, так и новых произведений. Многие композиции были посвящены Великой Победе. В творческой биографии Вики Цыгановой и работа в музыкальном театре, и увлечение шансоном, и исполнение русских народных песен. Сегодня же она одна из известных исполнительниц патриотической лирики. Причем популярностью зрителей певица завоевала без поддержки радио и телевидения, исключительно благодаря гастролям. Неоднократно выступала перед солдатами внутренних войск, матерями погибших, воинов, детьми-сиротами, выезжала с концертами в действующие части в Афганистане, Чечне, и всегда находила верные слова и ноты. В Чебоксарах зрители с удовольствием подпевали знакомым песнем. Общее впечатление выразил глава республики, который преподнес певице цветы от всех чебоксарцев, отметив, что воспитание подрастающего поколения – общее дело. Наша задача – формировать сильную личность. Наша задача – чтобы выросли достойные, настоящие, энергичные граждане Российской Федерации, которые будут любить свою землю, любить будут своих родителей, уважительно относиться к старшему поколению. Одним словом, чтобы они были патриотами своей страны. Уроженка Хабаровска Вика Цыганова объехала всю Россию до самого Калининграда, заглянула практически в каждый уголок. Чувашия, по ее словам, производит очень приятное впечатление. Вы очень приветливый, добрый и культурный народ. Вот это точно могу сказать, однозначно. Все улыбаются, здороваются. Молодцы, так держать. Автор песен, продюсер и конферансье-певица Вадим Цыганов поддержал жену, отметив, что Чуваша является одной из уникальных благополучных республик, в которой правительство взяло верный курс. И будет еще лучше. В это хочется верить. Потому что правильно, все пока получается. И батюшка Ильи, знаете, старец, что говорит, еще два года, и Россия воспрянет и поднимется. Потому что мы уже занялись собой, своей верой, культурой, своим духом. А когда дух поднимается, все у нас получится. На памяти о Чувашии певица увезла бусы ручной работы, купленные на Чебоксарском Арбате. По ее словам, они будут помогать ей петь. Елена Гальперина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. 56 конкурсных кинофильмов и свыше десятка тысяч кинозрителей. В Чебоксарах завершился восьмой международный кинофестиваль, посвященный кинематографу малых народов. Позади неделя конкурсных кинопоказов и творческих встреч. В эти дни в Чебоксары съехались именитые мастера кино, начинающие актеры и кинорежиссеры, которые представили на суд зрителей несколько десятков игровых и документальных фильмов. Основной идеей фестиваля была поддержка кинематографистов из регионов России. В рамках фестиваля прошли конкурсные показы кинолент, посвященных малым народам страны. Специальный приз главы Чувашии в номинации за отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве получил фильм Рамиля Солохуддинова «Белая-белая ночь». Итоги фестиваля подводились по 21 номинации. Чуваша была представлена двумя кинолентами. Фильм «Хорла» Марата Никитина взял приз за лучшую режиссуру, а фильм режиссера Владимира Синяева «Куратор» был отмечен в номинации за лучшую актерскую работу. Гран-при фестиваля завоевала картины Нигины Сайфулаевой «Как меня зовут?» «Приз» — это всегда мнение сегодняшнего состава жюри. Это не судьба вашей картины. Это всегда победа, если вы оказались в кругу своих коллег. И вообще оказаться, по-моему, в пуле такого специалиста, как Сергея Александровича Лаврентьева, это большая удача и уже победа. Уже второй год подряд на Чебоксарском кинофестивале представлена отдельная премия интернет-блогеров. Культурная жизнь нашей республики перемещается потихонечку в интернет. Они и пишут, они и говорят. Это очень важно для интернет-среды и очень важно, чтобы в интернете как можно больше появлялось об этом интересной информации. В этом году Чебоксарский кинофестиваль вышел за пределы города. Актеры и режиссеры проводили творческие встречи не только в Чебоксарах, но и в районах республики. Я переезжала без сил от увиденного, от прочувствованного, от таких встреч, которыми я буду жить очень долго. Тот прием, который оказывали мне, я пыталась этому соответствовать. Поэтому я не хочу уезжать и придется это сделать. Мне будет очень не хватать ваших сердец, этой радости, этого гостеприимства, высочайшего класса. Встречи со зрителем вдохновляют гостей на создание новых творческих проектов. Так молодой режиссер Владимир Вобликов уже строит планы съемок художественного фильма в Чебоксарах. Есть сейчас идея, то есть есть сценарий определенный, художественного фильма, полнометражного. К следующему кинофестивалю возможно, что мы сможем уже его представить. Среди более чем ста мероприятий в фестивале прошли специальные программы экранизации русских народных сказок. В кинотеатрах проходили ретроспективные показы фильмов, посвященных юбилею Победы. В рамках празднования Года литературы в России были показаны фильмы «Великая литература» глазами Александра Сокурова. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, «Республика». Таким был этот понедельник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова